Буквально несколько минут назад центральные СМИ сообщили последние новости о Филиппе Киркорове, Лалите Милявской и антикоррупционном комитете во главе с Никитой Михалковым. Сегодня рано утром произошло чрезвычайное событие, которое с нетерпением ждали многие телезрители и просто неравнодушные люди. Сегодня был найден и арестован главный виновник, организатор и спонсор скандальной вечеринки у Анастасии Ивлеевой. Сегодня в Москве, в Шереметьево, при попытке вылететь в Турцию, в Стамбул, были арестованы Лалита Милявская, Филипп Киркоров и главный организатор и спонсор скандальной вечеринки, замдиректора компании, оператора сотовой связи МТС Иванов Алексей Валерьевич. Достоверно известно, что именно компания МТС являла спонсором и организатором данной вечеринки. Она рекламировала на ней свой новый тариф, лицом которого должна была являться Анастасия Ивлеева. Более того, компания МТС вела прямую трансляцию скандальной вечеринки на своей видеоплатформе, чем грубо нарушала законы Российской Федерации. Теперь замдиректору компании МТС и его некоторым сотрудникам грозит возбуждение уголовного дела по следующим статьям. Грубое нарушение законов теле- и радиовещания, а также распространение в прямом эфире телевидения запрещенных материалов. Под горячую руку полиции и антикоррупционного комитета во главе с Никитой Михалковым попались и Филипп Киркоров с Лалитой Милявской. По данным СМИ, данные артисты вместе с заместителем директора компании МТС хотели вылететь вначале в Турцию, а потом в Болгарию. Филипп Киркоров и Лалита Милявская также были доставлены в полицию до выяснения обстоятельств дела. Однако первый допрос замдиректора компании МТС шокировал своим сообщением. 40-летний мужчина заявил, что в организации скандальной вечеринки ему помогал один из представителей высших эшелонов власти, товарищ Песков. На данный момент скандальным делом занимаются следственные органы и члены антикоррупционного комитета. Уважаемые зрители, если вы поддерживаете закон и порядок, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий. Продолжение следует...